А лесники и спасатели МЧС тем временем вместе справляются с лесными пожарами. Ограничения на посещение лесов, даже несмотря на дождь и выходные, и сейчас действуют в 83 районах страны. Свежие данные всегда можно посмотреть на карте Министерства лесного хозяйства. С начала года по республике зафиксировано более 300 лесных пожаров, а на уходящей неделе в Жлобинском районе погиб спасатель. Наш собственный корреспондент в Гомельской области Максим Вечерков посмотрел, как и от кого. Сейчас охраняют белорусские леса. События развивались с такой стремительностью, что буквально в 10-15 минут и вот это вот расстояние огонь прошел до леса. Этот пожар стал самым крупным в Жлобинском районе за последние несколько лет. Сначала загорелось поле, затем территория бывшей фермы, дальнейший маршрут пламени был очевиден. Лес очень близко, огонь перекинулся на деревья. На помощь лесникам прибыли сотрудники МЧС, но все закончилось трагедией. Одному из спасателей стало плохо. 26-летний Евгений Стрельченя потерял сознание. Спасти его не удалось. Прошел уже день, даже больше, и все равно мы видим, что горит, что еще идет тление где-то внизу, в почве. Ущерб, нанесенный природе, колоссальный. 2000 взрослых сосен, не считая кустарников, насекомых и птиц. На восстановление экосистемы на этом месте уйдут десятилетия. На данном участке все деревья погибли, и их можно только вырубить. Территорию уже опахали тракторами по периметру. Это локализация, но за отдельными участками теперь круглосуточно наблюдают. На языке лесников идет процесс окарауливания. Огню не дают распространиться с помощью ручных водометов. Под низом тортяник, возгорание горит внизу. Вот мы его тушим. Лесной пожар недалеко от Барановичей по уровню сложности не уступил. Тоже на этой неделе его тушили 13 пожарных машин и вертолет авиации МЧС. Все осложнялось из-за близости деревни, но пламя вовремя остановили. И таких возгораний в Беларуси с начала года уже около 300. Проблема рукотворная, уверены опытные лесники. В 9 из 10 случаев по статистике виновен человек. Не случайно в белорусских лесах уже несколько месяцев действует запрет на посещение. Но все равно есть такие граждане, которые все-таки позволяют себе приходить в лес на природной территории, при такой сухой, жаркой погоде, разводить костры, либо каким-то другим способом неосторожно обращаться с огнем. А последствия мы видим на этом примере. По периметру установлены шлагбаумы с запрещающими табличками. Исключение только для служебного транспорта. Лесная охрана заступила на дежурство, ежедневные рейды. Задача – объехать максимальную территорию и проследить, чтобы под сосну или березу не забралась ни одна живая душа. Нарушение режима грозит штрафом, причем до 25 базовых величин. Это 612 рублей 50 копеек. Надежда и на фото ловушки. Небольшие приборы крепятся к деревьям. Сделав фотографию нарушителя, аппарат в режиме онлайн передает ее по интернету лесникам. А еще система видеофиксации помогает вовремя заметить пожар. Такие камеры сейчас есть в каждом лесничестве. Радиус 30 километров, лес как на ладони. При возгорании лесного массива поднимается столб дыма черного. Мы уже смотрим по карте место расположения. На сборы не больше пяти минут. К месту возгорания нужно прибыть максимально быстро. Старые рукава убираем, допустим, которые непригодны уже либо на просушку, либо на ремонт. Новые укомплектовываем. А еще есть лопаты, топоры, мотопомпы. В случае пожара каждый лесхоз готов обеспечить инвентарем дополнительные силы. В полной боевой готовности в период знойного лета и небывалой засухи. Дожди, кстати, будут, но мало. На юго-востоке страны за полтора месяца выпало только 10% осадков от нормы. И такая ситуация, по словам синоптиков, близка к катастрофе. Поэтому любой дождь, даже самый кратковременный, сейчас в лесу на вес золота. Ливень в конце недели, конечно, не отменяет запрет на посещение. Зато про самые горячие участки лесники могут хотя бы на время забыть. Максим Вечерков, Владимир Пятенев, Контуры, Гомельская область.